Специально ко дню Великой Победы в офтальмологической клинике Тризе для всех пенсионеров скидка на комплексную диагностику зрения 50%. Подробности по телефону в Анапе 30 31 0. Улица Крымская 242. Офтальмологический центр Тризе. Здравствуйте! В эфире телеканал РЕН-ТВ. Новости Анапа. Регион. В студии Ирина Меркурьева. И сегодня в выпуске. Под особой охраной итоги Краевого Совета Безопасности. Десант боевой славы. Профессиональный праздник отмечают пожарные. Сегодня на заседании Краевого Совета Безопасности обсудили меры по обеспечению общественного порядка во время майских праздников и охране памятных мест. Глава Анапы Сергей Сергеев доложил временно исполняющему обязанности губернатора Кубани Вениамину Кондратьеву, как эта работа поставлена в нашем муниципалитете. Более 300 массовых мероприятий запланировано в Крае на майские праздники и свыше полумиллиона участников. Вениамин Кондратьев особое внимание уделил курортным городам, где на маёвку ждут гостей, и поставил задачу совместно с силовыми структурами отработать чётко и слаженно. Наплыв отдыхающих именно в майские праздники, то есть Анапа. Вениамин Иванович, добрый день, участники совещания. Вениамин Иванович, я хотел бы дополнительно отметить, что у нас полное взаимодействие со всеми службами, с силовиками, с обеспечивающими службами городскими. Разработаны графики дополнительные, выделены дополнительные бригады. Я говорю о энергоснабжении, говорю о водоснабжении. И, конечно, все мероприятия мы наметили с учётом того, что у нас 12-15 тысяч отдыхающих находятся круглогодично, как бы в гостях у нас, в круглогодичных здравницах. Ну и плюс мы прогнозируем 15-20 тысяч человек, которые приедут к нам участвовать в наших праздничных мероприятиях. Участники заседания обсудили проблему охраны памятников на территории края. В Анапе по поручению главы курорта Сергея Сергеева организовано круглосуточное дежурство на период праздников. В городе значимые памятники, они все находятся под видеонаблюдением системы «Безопасный город». Мы подготовили резерв из добровольной народной дружины. Кроме города, во всех 10 сельских округах будут работать группы. Вся работа замкнута на единую дежурно-диспетчерскую службу администрации, составлен график. И мною рекомендовано руководителям снабжающих организаций, опять же, коммунального хозяйства, рекомендовано не выезжать за пределы обслуживаемой территории без соответствующего согласования. По завершению краевого селектора Сергей Сергеев подчеркнул, все данные, им порученные в рамках Муниципального совета безопасности, актуальны. Направить телефонограммы к сегодня руководителям транспортной инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства, о персональной ответственности за те задачи, которые мы определили вчера на Совете безопасности. 1 сентября школе «Хутро просторно» исполнится 45 лет. На торжественный юбилей школа пригласит своих выпускников обновленной. Во всяком случае, глава города Сергей Сергеев не оставляет ее своим вниманием и держит на контроле вопросы благоустройства. Школьный автобус самый вместительный во всей Анапе, а значит, самый длинный – целых 13 метров, и он каждый день героически преодолевает разбитую дорогу к школе. Зато теперь сама школа явно выпадает из общего контекста. Внешний вид здания выкрашены яркой краской забор, и вот уже совсем другое впечатление от школы. Глава города интересуется важными деталями – устаревшими коммуникациями, ветхими зданиями на территории. Рекомендуют списывать их, сносить и начинать строительство новых. Надо делать первый этаж столовую, или половину здания столовой. Школа все равно перспективна. От нас зависит. Благоустройство сделаем, газ в поселке есть, вода есть. Сейчас, в начале июня, сделаем здесь благоустройство. Мы уже конкурс объявили. Заасфальтируем, чтобы был центр на центр похож. Да води до ума, и будешь директором тут до пенсии. Я тебе гарантию даю. С тех пор, как в школе хутора Просторного начались перемены, сюда стали возвращаться дети из городских школ. Еще четыре года назад здесь училось чуть более ста ребят. Сейчас уже почти 200, а в 70-х годах ее посещали более 300 учеников. Глава города одобрил и спортивный зал с пристройкой, и переподключение водопровода. К своему юбилею школа должна прийти обновленной. 9 мая на Театральной площади состоится прохождение войск торжественным маршем в честь 70-летия Великой Победы. Вовсю идет подготовка к Великому Празднику. На главной площади проходит репетиция парада. Войсковые части, казачество, кадеты, курсанты, участники акции «Парад победителей» «Бессмертный полк» приняли участие в репетиции «Парада Победы». До мелочей отрабатывая каждый шаг, жители и гости курорта смогут увидеть марш впервые в прямом эфире на нашем канале 9 мая в 10 часов утра. В населенных пунктах Анапы 61 памятник посвящен Великой Отечественной войне. Все они были отремонтированы, территории вокруг них благоустроены. Работы сделано очень много. Некоторые памятники обновлены настолько удачно, что подвиги, олицетворяемые ими, оживают широкомасштабно и свежо. На батарее Белохвостова и всегда-то было бывать приятно. С высоты ее город до самого моря, как на ладони. А сейчас у последователя знаменитого орудия, решившего исход сражения за город, особенно торжественно и уютно. Здесь никогда не пустуют лавочки, вдоль них встали в полный рост белые березы. Под дождик высадили цветочную рассаду и продолжают заполнять новые клумбы. Но самое главное, появились на памятных плитах имена всех краснофлотцев, принимавших участие в том знаменитом бою. Председатель Совета ветеранов очень доволен приятными переменами у этого памятного места. Очень здорово и красиво. Во-первых, выбиты имена краснофлотцев, командиров, приятно. Облагороден участок, появились березки. Я помню, когда мы ставили эту батарею, командира яна морской базы Новороссийска. Подарок привез эту пушку. Было голо, если можно так выразиться. А сейчас облагородили, делается и видно, что работы будут продолжаться. Да, работы еще продолжаются и на батарее, и повсюду, где запланирован был большой объем реконструкции. Непогода долго не давала красить, белить, бетонировать. У Трехдубову памятник, расстрелянным во время войны жителям Суко, глава города попросил добавить рабочих. Но работники ЖКХ, ведущие здесь ремонт, уверяют, что успеют к 9 мая. А в течение года восстановят и такие памятные и желанные многим скульптуры на обелисках. А вот таким был раньше памятник Дмитрию Семеновичу Калинину. На самом первом надгробии герой оставил простой крест со словами «Храброму солдату в знак должного». В 68-м году открыли памятник, где легендарный Дмитрий Калинин встал в полный рост. Место очень посещаемое и любимое анапчанами и гостями города. Глава города отметил, что памятник и территория вокруг всегда в хорошем состоянии. В селе Варваровка высадился традиционный десант славы. Молодежная военно-патриотическая акция посвящена 70-летию Победы и 72-й годовщине высадки легендарного десанта под командованием Дмитрия Калинина. В этом году традиционная акция «Десант славы» в селе Варваровка самая многочисленная. Десять команд представили школы и вузы курорта. Да и мероприятие юбилейное. Проводится десятый год. Соревнования открыли митингом памяти. Приехали дочери, сыновей героя и его правнуки. О подвиге русского капитана-десантника, героя Советского Союза Дмитрия Семеновича Калинина, погибшего вместе со своим отрядом при высадке в Варваровской щели, здесь знает каждый ребенок. Очень трогает отношение к памяти подвигу нашего деда. И это заставляет нас быть более ответственными. Студенты и школьники возложили цветы к памятнику. Почтили погибших героев минутой молчания. Конюм Александр Андреевич. У всех команд боевой настрой. Российский государственный социальный университет ежегодно принимает участие. Сегодня у нас собралась очень сильная команда, и мы все надеемся на победу. Но, конечно, не победа главная, а то, что участие, то, что мы сегодня возлагаем цветы и отдаем дань такому прекрасному событию, как победа в Великой Отечественной войне. Дистанция непростая. Горными тропами, в противогазах, с автоматами проходили по маршруту ребята. Соревнуясь в ловкости и меткой стрельбе, особенно важна взаимовыручка. Спасали раненого и несли его в лагерь. Для молодежи важен и кубок победителя, и доказать самим себе, что они поколения достойные героев победителей. Я считаю, что Суко, она по Варваровку, своей малой родиной, потому что нас родители еще сюда привозили с младенчества, и поэтому это мой второй дом. Гордость за то, что молодежь не забывает о погибших, о ветеранах. Завершился десант славы творческим конкурсом и по доброй традиции ароматной гречневой кашей у полевой кухни. Вот уже около 300 лет георгиевская лента – символ верности, храбрости и победы. Ленту Георгия Победоносцев канун 9 мая можно бесплатно получить на театральной площади. Оранжево-черные полосы видно издалека. Управление по делам молодежи города и студенты-волонтеры раздают георгиевские ленточки всем желающим. Акция проходит с 23 апреля по 9 мая ежедневно возле Дома культуры Родина. В основном приходит у нас контингент молодежи. Раздали мы 2000 лент. Берут для себя, для родственников ближайших, для бабушек, для дедушек, для внуков берут с собой. Рядом с лентами – копилка для сбора средств на лечение ветеранов Великой Отечественной войны. Бросают кто сколько может. Школьники кидают монетки из карманных расходов. Патриотизм не только в том, чтобы привязать георгиевскую ленту на велосипед или автомобиль. Молодежь это понимает. В школьном возрасте помогали им, носили всякие сюрпризы им делали. День Победы для меня великий праздник. Очень много радости, потому как мы живем в свободной стране, на которую никто не может цариться, конечно, но прямо этого не говорит. Нужно отдавать дань тем людям, которые нас спасли от фашистов. К пункту выдачи лент приходит много школьников, студентов, работающих молодежи. Помнить историю, любить родину и быть патриотом – сегодня это модно и правильно. Депутаты Совета муниципального образования «Курорта» в рамках партийного проекта «Единая Россия» «Историческая память» чествуют ветеранов на дому, проводят уроки мужества и устраивают для них маленькие праздники. В Доме культуры молодежной почти в домашней обстановке поздравили ветеранов Великой Победы с наступающим праздником. Это очень большой сильный праздник Победы, который, не знаю, у меня два деда, они погибли, да, их тоже нету. Поэтому попраздновать у меня не получается их, поэтому я просто хочу отдать дань уважения вам, пожелать вам всего самого хорошего. И чтобы вы вот в сегодняшний день, мы хотя бы немножко, да, решили устроить вам какой-то маленький праздник. Ветераны получили подарки, а школьники смастерили для каждого своими руками голубков мира. Добрые песни военных лет, стихотворения звучали для ветеранов. С музыкальным поздравлением пришли казачата из средней школы номер 6. Ветеранов противопожарной охраны, сотрудников МЧС 11-го отряда, за личное мужество охрану и высокий профессионализм поблагодарил заместитель главы Владимир Забураев. А отличившихся отметили высокими наградами. Дмитрий Кудряшкин стал лучшим пожарным. По словам спасателя, профессия тяжелая, но благородная. В противопожарной охране работает третий год. Я считаю, что это грамотно любое детство из нашего отряда, из нашей части. То есть все ребята хороши. Служба сложная, но сначала сложная, а потом привыкаешь. Противопожарная охрана города может гордиться своими достижениями. За последние пять лет не произошло ни одного возгорания по детской шалости. И все благодаря профилактической работе. Сотрудники устраивают для детей конкурсы и экскурсии. Я тут уже во второй раз. Мне тут очень нравится. Тут работают очень хорошие, добрые, приветливые люди. Они нам экскурсию проводили по гаражу, везде так. Все интересно. Даже показывали пожарные машины. Храбрые, мужественные. Спасибо им большое. В день пожарной охраны огнеборцам желают сухих рукавов и, конечно же, поменьше работы. Сегодня в Анапе каждый день выходят на службу около 40 пожарных. Никто из них не знает, как закончится смена. Но они всегда готовы прийти на помощь. Сегодня вновь начал действовать единый билет в Крым. Маршрут можно выбрать из нескольких вариантов. Например, добраться поездом до Анапы, а далее автобусом, паромом и снова автобусом до выбранного крымского города. Также по билету можно доехать поездом до Краснодара и аналогичным способом до Керчи. Первых туристов по единому билету в Крым сегодня встречали на ЖД вокзале курорта. Москвич Константин Иванов вместе с друзьями отправился отдыхать в Ялту. Добраться до крымского курорта решили по единому билету. Единый билет взяли, собственно, из-за цены, потому что это в полтора-два раза дешевле, чем на самолете. Ну и активно была реклама в средствах массовых информаций. В общем, было много слов и решили довериться нашему государству и решили попробовать, что это такое. Оформить единые билеты можно в любой железнодорожной кассе России. При этом талон на перевозку автобусом, паромом или катамараном покупается одновременно с оформлением билета на поезд. В этом году цены на билеты выросли вдвое, но для пассажиров улучшили качество обслуживания. В этом году для улучшения качества обслуживания пассажиров принято решение пассажиров переправлять непосредственно на автобусе. Им все равно придется из него выйти, чтобы пройти процедуру, связанную с транспортной безопасностью. Но они все равно будут на паром попадать уже со своим автобусом, там выезжать и продолжать свое путешествие на курорт. Впервые единые билеты в крымские города были введены в прошлом году. Ежедневно в курортный сезон через Керченскую переправу перевозилось до 4,5 тысяч пассажиров. В прошлом году перевезли 350 тысяч пассажиров. В этом году мы настроены на 500 и может быть даже чуть более. Первым туристам по единому билету в этом году вручили памятные подарки и сувениры. Единая транспортная дирекция будет координировать автобусные перевозки пассажиров на всем протяжении пути от железнодорожных вокзалов до курортов Крыма и обратно. 2 мая у Стелы Воинской славы стартует открытая легкоатлетическая эстафета, посвященная 70-й годовщине Великой Победы. Она пройдет по главным улицам города – Ленина, Пушкина, проспекту Революция, Гребенской и Горького. Зарегистрированы уже более 30 команд – студенты высших и средних учебных заведений, школьники, жители сельских округов. В эстафете может принять участие любой желающий. Не менее захватывающее событие пройдет 8 мая в 12 часов на Малой бухте. Впервые будет проведена реконструкция освобождения Анапы от немецко-фашистских захватчиков. Обращаем ваше внимание, что реконструкция десанта переносится с вечера на 12 часов дня. А на этом наш выпуск завершается. Далее прогноз погоды. На первомайскую демонстрацию анапчанам и гостям курорта лучше брать с собой зонты. С утра ожидается небольшой дождь. Днем обещают солнце и переменную облачность. Радует одно – установилась стабильная теплая температура – дневная и ночная. Кстати, 1 мая до плюс 14 градусов. Но даже дождь не станет помехой хорошему настроению. Светло-весенний праздник и 4 выходных дня – самое время посвятить себя семье, близким и друзьям. Генеральный партнер программы – клиника Тризе. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До новых встреч и поздравляем всех с грядущими первомайскими праздниками. Специально ко дню Великой Победы в офтальмологической клинике Тризе для всех пенсионеров. Скидка на комплексную диагностику зрения – 50%. Подробности по телефону в Анапе – 30-31-0. Улица Крымская, 242. Офтальмологический центр Тризе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова